Антонина Петровна по-настоящему богатый человек. У нее семеро правнуков. Вот уже почти год она гостит в Видном у самого младшего. Пенсионерка 40 лет отработала бухгалтером в условиях Севера. Уйдя на заслуженный отдых, столкнулась с тем, что заработанные ей льготы действуют только на территории региона, где она зарегистрирована, в Тюменской области. Показывала я свое удостоверение, несколько раз доставала пенсионной, мне уже 70 лет. И говорят, нет, не действительно. Плачу про проезд. В аптеку зашла, тоже говорю, я пенсионерка, говорю, да, покажите свою пенсионную. Нет какого-то 3 года, нет, 2 с льготом, год тоже нет. В такой же ситуации окажутся с 1 августа подмосковные пенсионеры, решившие проехать на столичном транспорте. Через несколько дней будут отменены льготы на проезд в московском городском транспорте для ветеранов труда и военной службы и пенсионеров без льготного статуса, проживающих в Московской области. Коренная видновчанка Александра Трунина, несмотря на преклонный возраст, продолжает трудиться. Работает в районной больнице. В Москву выбирается нечасто. Два-три раза в месяц я езжу по Москве. Но в основном здесь по городу. Сократить количество поездок по Москве она не готова, а потому придется раскошеливаться сетует пенсионерка. Ее поддерживают и другие. Так как я живу не только на пенсии, но и работаю еще, тут получено, конечно, по необходимости будешь ездить. Но это еще тем, я считаю, удар по шейфу пенсионерам. Но таких пенсионеров, активно посещающих столицу, немного. Большинство людей, вышедших на пенсию, пользуются проездом по столице крайне редко. Тем не менее, из опрошенных нами пенсионеров все высказались против отмены льготы. Почему мы, вся Московская область работала на город, Москву, все налоги туда платили, пенсию получаем подмосковную. И тем более, сейчас уже льготы еще. Передача – это несчастный проезд сделают бесплатный. Ну что это такое? Не горит, вроде. Потому что это, опять же, бьют по самым незащищенным. Пусть бы ездили пенсионеры, что им жалко. Не все же ездили. Не важно от того, сколько раз мы ездим, но мы пользуемся, мы заработали пенсионеры. Я считаю, что я 40 лет отработала и в Москву ездила. И в те времена переводили деньги и туда, и строились все транспортные линии за счет и нашего труда. Я считаю, что мы должны ездить бесплатно. Наверное, плохо. Что-то не хватает в России. Как нет? Все как-то хужее становится. Ну, то, что мы теряем льготы, я думаю, как-то их должны нам выплачивать. Если там заберут, где-то заплачивать нельзя. Доплачивать не будут, но на компенсацию все же могут рассчитывать те пенсионеры Подмосковья, чей доход ниже величины прошиточного минимума. Тем, кому необходимо съездить в Москву по медицинскому направлению на единичный прием врача, смогут компенсировать не более 400 рублей в год. Бесплатный проезд по территории города Москва сохраняется для всех федеральных льготников, тружеников тыла, реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий многодетных семей. Татьяна Снежко, Алексей Иванов, Екатерина Чернышева, Видное ТВ.